В Центре детского творчества 13 апреля прошли сразу несколько мероприятий в рамках открытого фестиваля технического творчества «Технофест-2018». Чемпионат по робототехнике «Робостар» проводился в двух категориях – «Неизвестная задача» и «Движение по линии». Конкурсантам предстояло самим собрать и запрограммировать роботов для выполнения тестовых заданий. Ребята сегодня у нас будут делать роботов, которые будут автоматически открывать двери и сдавать при этом звуковые сигналы. Юные конструкторы с большим интересом посещают занятия по робототехнике. Многие участвуют и в региональных соревнованиях. Давно занимаешься уже в кружке? Да. Сколько ходишь? Один год пока. Нравится? Да. Много построила роботов уже? Много. Расскажи о каких-нибудь, буквально пару слов. Которые ездят по черной линии, которые выталкивают своего соперника за линию. Получается? Да. На дороге в будущее с помощью 3D-моделирования участники предлагали свое видение грядущих изменений. Города, транспорт нового поколения и даже космические корабли. Презентации юных архитекторов вызвали большой интерес у посетителей фестиваля. Расположение арт-объектов – непременные условия для обустройства современного города. На конкурсе «Арт Кумертау» школьники и студенты представили варианты обустройства парков, скверов и площадей нашего города. Скалодром, буккроссинг, детские площадки. Предложенные объекты отличались своей оригинальностью и качеством исполнения. Ребята молодцы, похвально, очень все хорошо и качественно сделано, очень все подробно описано. И, естественно, это уже, можно сказать, некоторые проекты выполнены на уровне студентов, показаны. И это неплохое начало какого-то старта, соответственно, может, к архитекторам, дизайнерам. Организаторы уверены, Технофест позволит юным изобретателям и архитекторам развить свои технические и творческие навыки, что поможет им в будущих открытиях. Павел Игошин, Валерий Козлов, телекомпания Арис.